МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Все, что вы хотели знать о земельном законодательстве, но не у кого было спросить. Известный общественный деятель и адвокат Бахаджан Базарбек встретился с карагандинцами. В Караганде дали старт году молодежи. Гостями форума Ельбасы Жанейжаланда Жастар стали люди, уже достигшие успеха в своей сфере. Почетные граждане города, соратники главы государства, предприниматели. По Дворце культуры Нового Майкудука ко дню первого президента подготовили большую концертную программу. Большая праздничная программа была рассчитана для любого возраста. Изменение целевого назначения земельного участка, самовольное строительство. На эти и многие другие вопросы ответил известный общественный деятель и адвокат Бахаджан Базарбек на встрече с жителями региона. Встреча прошла в белом зале карагандинского филиала партии Нур-Утан. Получить профессиональный совет по любому вопросу, который относится к области земельных отношений, такую возможность получили жители Караганды. Главной целью семинара является повышение уровня правовой сознательности населения. Еще одной немаловажной целью является восстановление доверия населения к государственным органам. Это личная инициатива адвоката Бахаджана Базарбека, которая была поддержана Агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции. Ввиду того, что эти проблемы с землей стали актуальны в обществе, у людей чувствуется недоверие к местным институтным органам, госорганам. Поэтому эти семинары входят в одно звено поддержки и помощи простым людям, гражданам именно в земельных отношениях. Ну и, естественно, делаем все возможно, чтобы вопросы были решены именно на этом семинаре. Особое внимание спикер уделил предоставлению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Вот здесь возник казус. Согласно земельному кодексу, земля под ИЖС предоставляется на инженерно подготовленных участках. Иначе говоря, обязательно должна быть канализационная, водопроводная или хотя бы электрическая сеть. Земельные участки под ИЖС предоставляются, если в населенном пункте есть источник водоснабжения при наличии сети водоснабжения и электроснабжения. Если в населенном пункте нет источников центрального водоснабжения, то земельные участки под ИЖС и ЖС, индивидуальное жилищное строительство, предоставляются при наличии электроснабжения. То есть что такое электроснабжение? Это линии, элементарные столбы, куда подключены кабели и эти столбы должны быть проведены до вашего дома. Понимаете? Даже это требование земельного кодекса мы не можем выдержать. Почему? Потому что проектирование инженерных сетей требует бюджетных расходов. Поэтому сейчас в правительстве рассматривается вопрос о проектировании инженерных сетей во многих населенных пунктах. На семинаре также обсудили вопросы изменения целевого назначения земельного участка, самовольное строительство и многое другое. Бахаджан Базарбек уже провел подобные семинары в 15 городах Казахстана. В общей сложности в них приняло участие свыше тысячи человек. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Лидер нации и горячая молодежь. Именно так звучит название форума, с которого стартовал год молодежи в Караганде. Форум студентов прошел в Карагандинском государственном университете и был приурочен ко дню первого президента Республики Казахстан. В нем приняли участие активисты студенческих организаций, выдающиеся личности, а также аким города Караганды Нурлан Абакиров. О том, что следующий год должен стать годом молодежи, глава государства предложил в своем недавнем послании. В области уже приступили к реализации данной инициативы. Форум студентов яркое тому подтверждение. Его главной целью является укрепление патриотического духа. Перед студентами выступили ветераны труда и выдающиеся личности, добившиеся успехов в различных сферах. Они поделились с молодыми людьми своим жизненным опытом. Сегодня мы пригласили специального гостя, у нас казахстан-барса Ержан Шенкеев. Для молодежи есть отличная возможность непосредственно пообщаться с ним, узнать азы, а именно лидерские качества те, то есть как он стал казахстан-барса. Формат сегодня неформальный. Мы специально через данный формат хотим привить у молодежи чувство патриотизма, любовь к родине. Также вниманию зрителей студентами была подготовлена праздничная программа. В свою очередь гости отметили, что будущее страны в руках молодого поколения. Поэтому молодежь должна достойно справиться с возложенной на них задачей. Во Дворце культуры Нового Майкудука ко дню первого президента подготовили большую праздничную программу. На сцене выступили вокальные и танцевальные коллективы. Большая концертная программа рассчитана для любого возраста. Жители шахтерской столицы с особым настроением отпраздновали день первого президента. В этот день в нескольких местах города состоялись различные мероприятия. Дом культуры Нового Майкудука подготовил вниманию зрителей большой праздничный концерт, где выступили дамбристы, вокальные и танцевальные коллективы. По словам организаторов, они ежегодно широко празднуют этот важный для страны день. В этом году для подготовки к праздничному концерту ушло больше месяца времени. Сегодняшнее мероприятие у нас крупное. Участвует очень много коллективов. Это как коллективы сотрудников нашего ДК, художественников. Как коллективы сотрудников нашего ДК. Такие большие, как Нурби, Серпер, ансамбль дамбристов. Также вокалистов очень много. Это конкурсерам Марат Ерден. Напомню, в 2012 году первый зимний день стал для казахстанцев еще одним праздничным днем. Этот день учрежден с целью отметить и признать выдающиеся заслуги первого президента Казахстана, Мусултана Назарбаева, перед республикой. Праздничный турнир по игре «Брейн Ринг» состоялась в Караганде. Шесть команд старшеклассников боролись за право называться самыми эрудированными. Без нее в государству трудно наладить торговые отношения. Бюджет страны без нее не может в принципе существовать. В нашей стране она родилась в ноябре. А о чем идет речь? Валюта? Уточните? Да. Ну деньги. Деньги? Ну у нас деньги. А у нас деньги? Хорошо, это правильно. Карагандинские старшеклассники, любители интеллектуальной игры «Что, где, когда» вновь собрались вместе, чтобы посоревноваться в эрудиции. На базе детского клуба «Астана» провели игру «Брейн Ринг». Мероприятие посвятили Дню Первого Президента. Соответственно, многие вопросы касались деятельности главы государства, его роли в новейшей истории Казахстана. Участник одной из команд Гарри Азарян признался, что самые интересные вопросы – они же и самые сложные. Вопросы, сложный вопрос – это то же самое, что и интересный вопрос, как правило. Да, вопросы есть простые, есть посложнее, но они все интересные, как правило. Всего в игре приняли участие шесть команд – это члены юниорской лиги Карагандинского клуба «Что, где, когда». Ребята очень активные, они рады любой возможности поиграть. Мы разместили информацию о том, что будет проведена игра, посвященная вот этой дате, и сразу же откликнулись команды. По итогам всех раундов на третьем месте расположилась команда под названием 4,5 человека. Серебряным призером стали интеллектуалы команды «Империум», а победителем турнира – участники команды под названием «Сикстет» имени Наташи Ростовой. Следующие интеллектуальные соревнования состоятся 23 декабря. Это будет 10-й юбилейный городской турнир игры «Что, где, когда». Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Областной молодежный фестиваль «Ельжирега Астана» определил победителей. На прошлой неделе состоялся гала-концерт фестиваля, посвященного 20-летию Астаны. В нем приняли участие около 200 талантов со всего региона. Молодежный фестиваль в этом году впервые прошел в обновленном формате. Его главная цель – повышение творческих способностей подростков, содействие их профессиональному росту и воспитание в духе толерантности. Организаторами мероприятия являются Молодежный ресурсный центр Карагандинской области и Молодежный крыложа «Сутан» при партии «Нур-Отан». Конкурсанты были очень разные. Нам было очень сложно судить. 200 участников было в номинации «Вокал», «Хореография». Щицы наши прекрасные, талантливые, молодые конкурсанты. В фестивале состязались около 200 претендентов от 10 до 26 лет. Один из них, Куаныш Советов, представлял Шетский район. Он участвовал в номинации «Эндумра» и занял заветное первое место. По его словам, ему понадобилось целый месяц для того, чтобы подготовиться к столь ответственному событию. Я очень рад, что мой труд и талант были высоко оценены. Хочу, чтобы подобные мероприятия проводились чаще. Это придаёт стимул дальше развиваться. Большое спасибо организаторам и членам жюри. Победители областного молодёжного фестиваля «Эль-Жирига Астана» были определены всего по 11 номинациям. Им были вручены дипломы и специальные призы. В Казахстане растёт количество онкологических заболеваний. На сегодняшний день на учёте стоят более 164 тысяч пациентов с различными формами злокачественных новообразований. Ежегодно от этого недуга умирает 15 тысяч человек. Сегодня в Карагандинской области проводится месячник осведомлённости об онкологическом заболевании органов дыхания. 63-летний житель Караганды Берик Смейлбеков страдал раком лёгких. 22 ноября ему сделали операцию. Лечение проходит успешно, заявляют врачи. Называется химиотерапия. Для чего это всё делалось? Для того, чтобы при дальнейшем развитии метастазов. Их больше нету. Вы полностью сейчас считаетесь здоровым. В дальнейшем для профилактики будем проводить лечебные мероприятия. Самочувствие отлично, хорошее. А как правило операция? Операция отлично, хорошо тоже. Безболезненно. А вас устраивает здесь, да? Конечно, устраивает. Всё хорошо здесь. Всё устраивает. Самые распространённые формы онкологических заболеваний в Казахстане – рак кожи и ротовой полости. На третьем месте – рак лёгких. Эксперты утверждают, что в 30% случаев онкологические заболевания можно предотвратить. Важно следить за качеством питания, вести активный образ жизни и отказаться от курения и употребления алкоголя. И, конечно, проходить скрининговые обследования. Но часто люди пренебрегают даже банальными консультациями в смотровых кабинетах. Около 70% пациентов, к сожалению, к нам поступает с запущенными формами рака лёгких, при котором результаты лечения не очень хорошие. Соответственно, чем раньше пациент поступает к нам, тем результаты у нас удовлетворительные. Табакокурение врачи называют одним из главных факторов, способствующих возникновению рака лёгких. Причём опасен не никотин, а различные смолы, которые вместе с никотином вдыхает человек. Ещё одним важным фактором являются вредные выбросы промышленных предприятий. Мы также рекомендуем при выполнении своих профессиональных обязанностей обязательно соблюдать правила безопасности. То есть существует ряд мероприятий. В первую очередь это надевание масок и следовать всем правилам безопасности, что тоже влечёт уменьшение этих факторов производства. В рамках месячника в областном онкологическом диспансере осуществляется приём граждан. Обследоваться может любой житель региона без направлений. Специалисты лечебного учреждения заявляют, что онкологические заболевания излечиваются, но чем раньше обнаруживается недуг, тем благоприятнее исход лечения. Андрей Денжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин